Ассаламу алейкум, здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь в Кунацкой, на РГВК Дагестан. В Дахадаевском районе есть селение Харбук. Этот аул знаменит тем, что там всегда, испокон веков, работали кузнецы, оружейники. Но оказалось, не только ими славится это село, из этого села столько выходцев в сфере науки, культуры, искусства, литературы. И сегодня у нас в Кунацкой ученый из селения Харбук, который работает в Дагестанском научном центре, Хайзри Абдулмаджидович Юсупов. И искренне благодарю, дорогой, что нашел время, пришел в Кунацкую. Я надеюсь, мы есть по стаканчику чая, тоже успеем по ходу нашего разговора. Действительно, селение Харбук, оно на устах у всех, на слуху у всех. Чем все-таки, по-твоему, о селении? Где начало-начало? Коротко об истории. Очень интересно, почему Харбукцы нашли путь, дорогу именно к металлу? Откуда такое пристрастие? Да, это, если честно сказать, точно сказать, вот этот день, этот год, этот месяц Харбукцы начали заниматься каким-то... Ну, конечно, но это, пожалуй, невозможно определить. Невозможно определить, но на последние, наверное, 20-30 лет я тоже, как выходец из этого аула, интересовался историей селения, историей вообще металлообработки. Это удивительное явление вообще, на Кавказе, в Дагестане, не так много центров очагов... Они практически известны, да, все. Да, таких очагов металлургии вообще очень мало. И самое интересное, еще в 50-е годы археолог Котович приезжал из Москвы, раскопки делали в Акушинском районе, рядом с селением Моги, где 600 лет назад располагался Харбук. Ага, предыстория тоже была? Да, такая предыстория. Так, раскопки там, при раскопках обнаружили сопла кузнечных мехов, которые первым тысячелетиям нашей эры. То есть, 2000 лет назад харбукцы занимались этим ремеслом. Общий язык с металлом уже нашли, да? Да, это тоже говорит о чем-то, потому что таких центров, которые, например, нашли 2000 лет металлургии, там, и она уношенно описана вообще, Даргинская, вот материальная культура Даргинцев в книге, есть там и эта печь, которая плавит эта железа, как они эту печь делали, изготавливали, как плавили железа. Вот недавно, месяц назад я написал статью, как раз терминология кузнечная, харбукская терминология кузнечная. С удовольствием взяли в Акурский журнал напечатать. Я представляю, как тебе это было интересно. Очень интересно. Даже мой друг, который со мной вместе работает, из Кубачи, Амирбек Джалилович Магомедов, очень интересный ученый, ученый искусствовед, он говорит, я, говорит, представить не мог, что столько терминов может. Вот интересно это. Воистину, наша история, она безгранична, действительно. В любом ауле, если мы начнем, как ты уже сказал, раскопки, изучения, вот там столько всего интересного, неизведанного, поэтому, я думаю, для тебя, как ученого, в этом плане пределов нет. Мы с тобой в 80-е, 90-е годы вместе работали на Дагестанском радио, потом, как бы, пути дороги разошлись. Науку, я знаю, что ты пошел осознанно. Я припоминаю словарь, которым ты гордился, довольно-таки весомый словарь, который ты создал, издал. Это действительно дорогого стоит. В целом, чем приходится заниматься? Специфика какая твоя деятельность в Дагестанском научном центре? Да, я вообще-то сейчас как раз в Институте языка, литературы и искусства имени Гамзата Цадаси. В этом институте отель есть, ну, пять отелей, из них один отель как раз занимается отель лексикологии и лексикографии. Ну, изучаем лексику дагестанских языков, и составляются в этом отеле словари. Национально-русские словари и русско-национальные словари. Тот словарь, о котором я говорил, это был орфографический словарь, если не ошибаюсь. Да, до него я составил как раз русско-даргинский словарь. Он такой, немножко укороченный вариант, без иллюстративного материала. Ну, словарь-то таковой был, то есть ты занимался доработкой, как бы... Да, да, это новый... Новый формат, новое преподношение, новые слова, которые были забыты где-то, или как... Что за формат вот этого слова? Ну, как сказать, вообще-то, если честно сказать... Лучше честно, да. Честно, если сказать, ты, Магомед, правильно сказал, именно осознанно я пришел туда, потому что даргинская лексикография, словарную идею даргинцев отставала. Это отставание... Ты ощущал это на себе, работая на радио, да. Отставание ощущалось тем, что я, как, например, человек, который работает в литературе, ну, я тоже, как поэт, сочиняю стихи. Отсутствие таких словарей очень сильно влияло на творчество. Поэтому я сперва составил русско-даргинский словарь, укороченный вариант, и потом очень, очень постарался попасть туда, в этот институт, где я сейчас работаю, именно чтобы составлять даргинско-русские, русско-даргинские словарь. Осознанно на научной основе, как говорится, засучив рукава. И в 2006 году я зашитил кандидатскую диссертацию, и... Я знаю, что на кону сейчас и докторская, которую надо... Да, докторская тоже готова, правда... ...довести до логического конца. Он готов уже, но немножко вирус помешал защите. Я думаю, вирусы приходят-уходят, а наука остается в этом плане. Я полагаю, что ты человек с характером доведешь это дело до... Вот как раз я что говорил о словарях. Даргинцы отставали. У даргинцев даже до 2017 года национально-русского словаря не было. Своего. Это единственный народ в России. Да, в делах бизнеса они не отстают. Вот на плане этого я немножко информацией не владею, и поэтому ты ближе к этой теме. И, короче говоря, я за 2006-2017, за 10 лет я составил этот словар. Даргинско-русский словар составил. Я замечаю, что ты посидел, помудрел. Да. Это сладко. Это благодаря тому труду... Да, да, я понимаю это все. Но он уже родился. Да, он уже вышел, он уже даже дошел до читателей. Большое спасибо вот нашему общественному деятелю, Багандову и Перзиаду Курбановне, которая действительно нашла спонсоров, помогла издать этот словарь и распределить по школам. То есть по всем районам, по всем школам безвозмездно. Потому что мы очень часто становимся свидетелями того, что издаются прекрасные книги, в том числе и словари. Они где-то грузом лежат до читателя, до того человека, для кого они изданы, они не доходят. Конечно. Если даже школу, я извини, что перебиваю, если их даже довозят до школы, где-то они в углу кабинета директора, где-то вот, понимаешь, вот это очень серьезная проблема. Очень приятно, когда появляются люди, которые понимают это и доводят дело как бы до конца. В данный период чем занимается? Сейчас завершаю новый большой русско-даргинский словарь. То есть тоже первый русско-даргинский словарь был издан... Вдруг какой-нибудь молодой человек, который родился, вырос в Москве, приехал в Дагестан и захотел изучить родной язык, да? Да. Он может вооружиться этим словарем, и довольно-таки добиться каких-то успехов. Вообще сегодня ситуация, обстановка как в научном мире, как в Дагестанском научном центре. Очень, сказал бы я, рабочая обстановка, очень хорошая обстановка. Я о всей как бы... Ну да, у тебя свой сектор, свой отдел. Не могу сказать, но я знаю, я чувствую, что люди очень активно, хорошо работают. Чайная процедура у вас приветствуется, я полагаю. Притом, именно вот, например, в том отеле, где я работаю, я вижу, как выходят словари на Аварском, Лесгинском, Лакском. Два новых словаря вышли за один год на Лакском. Сейчас готовятся словари на Табасаранском, орфографический словар. Молодой научный сотрудник готовит Даштемиров Шарапаткинзакеевич. Там терминологический словар готовит на Табасаранском наша Саврина Ханалиевна, доктор филологических наук. Поэтому на всех языках идет процесс. Работа кипит. Люди работают. Это прекрасно. Но Кунацкой принято говорить абсолютно обо всем. Вот в семейном плане общение с аулом, дети. Счастливый ли ты человек в науке, я понимаю, да. А в жизни? Честно говоря, Магомед, не бывает, чтобы все было красиво, все было хорошо. Но так не бывает в жизни. Не бывает практически никогда. Потому что, как вы правильно говорят, полоса то белая, полоса то черная. Такие тоже ситуации бывают. В общем, если говорить, жаловаться грех. Вот когда мы в студию Кунацкую заходили, ты говорил о том, что вот сын приехал из Москвы. Врач. Да, дети приехали, внук, внучка. Сегодня прилетели как раз. В аэропорту я даже встретить не смог. Но другой дедушка их встретил. Они там будут несколько дней, потом к нам приедут. Немножко не ревнуешь? Почему туда? Ну, потерпеть надо раз. Да, да, да. А с тем дедушкой как общение? Очень хорошо. Они наши сельчане, родственники. Общаемся. Ну, правда, вот несколько месяцев мы как порядочные люди, самоизолировались. Все родственники дагестанцы сейчас соскучились друг по другу. Да. Да, но сегодня телефон спасает в этом. Атавиату спасает, конечно. Вот когда собираешься поехать в Харбук, вообще тяга какая. Вот когда наукой человек занимается, он хочет что-то потрогать, увидеть, услышит. Те звуки, те изречения, те слова, которые не попадают зачастую в литературу. Тот же словарь. Они выпали из лексикона, как мы говорим, вот их услышать честно. Это чистая правда, потому что именно общение с людьми, именно вот это как бы путешествие к людям, оттуда и ты набираешь эти слова, уточняешь то, что ты пишешь в словарях. Без этого невозможно. И вообще-то мне просто очень повезло, когда человек занимается словарями, ему помогает именно знакомство, знание фольклора своего народа. А я ведь и кандидатскую зашитель по фольклору. Тем более, да. Обрядовая поэзия Даргинцев. Обрядовая поэзия что такое? Это закон жизни нашего народа, всех народов, которые сотни, тысячи лет соблюдали. И там емкие формули, словесные формули, которые люди думали, что эти словесные формули помогут им в жизни. Вот такие обрядовые песни. Поэтому изучение этой обрядовой песни, сбор этого материала, притом там не ограничивалось одними харбокцами, там были и сирхинский фольклор, и урахинский, и акушинский, и хайдахский и так далее и тому подобное. И эти примеры, знакомство с этими диалектами. Я ездил, я помню даже это, чтобы материал собирать, одноцилиндровый из Юпитера мотоцикл, сзади магнитофон Романтик, и по всем селениям. Это была красота. Вот так я материал собирал. Поэтому это свежий материал, нетронутый материал. Жал, что это материал... То есть залежи, они есть, да? Есть, конечно. Многие говорят, что мы уже все исследовали, мы уже все изучили. Стариков таких носителей, вот этого же фольклора уже нет, так далее и так далее. То есть, если потрудиться, еще родники присутствуют, да, в наших горах. Вот как раз к тому вопросу, который, к предыдущему вопросу, если конкретно сказать. Харбок каждый год езжу, конечно. Стараюсь каждый вот этот случай, какое-нибудь соболезнование не пропускать. Вот недавно тоже, вот на днях, родственник умер, еще не поехал. Здоровье близким. Поэтому, наверное, на днях поеду. Но, когда наступает отпуск, я обязательно еду и собираю фольклорный материал. Это уже какая-то привычка, да? Это привычка уже. Неотъемлемая часть твоей жизни. Собираю 15 лет подряд, харбокский фольклор, собираюсь большую книгу издать. Харбокского фольклора, отдельно. Это вообще удивительная вещь. Уже 600 страниц набранных, готовых есть. Там есть и поэзия, там сказки. Ты великий труженик, я еще помню. Еще сказки я распределил по группам. Волшебные, бытовые сказки. Даже впервые, наверное, я нашел сказки «Небелицы». Термин, оказывается, тоже есть вот этих «Небелицы» на даргинском языке. Самое удивительное, есть варианты. Мы думали вообще, что варианты сказок бывают. Табасаранский вариант, даргинский, лесгинский, аварский. Оказывается, внутри одного населенного пункта варианты одной сказки. Да, да, да. Для этого надо немножко изучать. Сказка про мирного осла. На нижнем квартале есть, уже рухнул, конечно, родник. Называется «Родник мирного осла». Сказка про этого мирного осла и как волков стрелять и так далее и так подобное. Об этом же и другой вариант где-то рядом, да? Верхний квартал по-своему рассказывает. Крайний квартал по-своему. То есть четыре варианта нашел эту сказку, записал. Потому что различия тоже есть. Ну, там небольшая сказка. Приходит родник напиться, осел, встречает волка. Волк собирается его съесть. Ну, осел говорит, что у него там дети. Хорошие, упитанные, жирные, он костлявый. Зачем это нужно? И ты, говорит, по короткой иди дороге. А я по длинной и там встретимся, все будет хорошо. Ну, прибегает осел, конечно, первым. Он закрывает двери. Вот эти три его дети. Это значит горизонтальный засов, вертикальный засов и упор косой. Вот эти три названия. Это три названия сказали этому волку. Волк зовет первого, второго, третьего. А осел отвечает. Он говорит, горизонтальный тоже стоит за собой нормально. Вертикальный тоже закрыт. И косой тоже все нормально. И от злости волк лопнул на месте. Вот сказка. Да, да, да. Но в соседнем магазине они немножко приукрашивают, добавляют или меняют что-то. У них даже, которые не существуют, родник тоже появляется в сказке. Ну, тем интересна жизнь, собственно говоря. Поэтому в этом году тоже, иншаллах, собираюсь поехать. Я же составляю список того, что мне для своей книги не хватает. Специально собираю материал. Это очень тяжелая работа. Записать это легко. Записать это хорошо. А потом с этого диктофона его слушать. Его нужно анализировать, его надо воспринять. Его надо разложить. Записать и набирать. Это очень тяжелая работа. Один человек, когда все это делает, это не очень-то легко. Невольно вспомнил детство. В моем селении, в моем ауле жила семья из Харбока. И фамилию даже я не помню, потому что все его звали Гаджи из Харбока. У него был единственный сын, Гасан. Мы в параллельных классах, потом вместе в одном классе учились. Наши пути, дороги разошлись. Но я не к тому. Потом они переехали в Избирг. Так получилось, чисто с семьей. Может быть, была такая необходимость. Но я к тому, что Харбокцы действительно не трудяги. Этот человек по те сложные времена, в 70-е годы, он на кусок хлеба человек зарабатывал. Потому что он всегда работал. Он готовил ножи для ковровщиц. Хорошо помню, ножницы. Другую атрибутику продавал в райцентре. Одним словом, доход всегда у этого человека был. Вот сегодня какова ситуация? Металлом общение продолжается в Харбуке или перешли на современный лад? Многие, во многих уголках и Дагестана, и Кавказа, и не только вот это древнее, вот это старинное, теряет свое начало. Какова ситуация в этом плане? Это очень важно, на мой взгляд. Действительно, конечно, многое вообще уходит, конечно, небытие, уходит, и притом бесследно исчезает многое. То, что, например, в детстве я видел, сколько этих кузниц было, почти их, наверное, сотни было, а сейчас осталось. Если вот аналогию с ковроделем, например, у табасаранцев, да, вот его, она как бы исчезает. Но сегодня факультативы в школах, там учат девочек, желающих, может быть, мальчиков, но как-то пытаются вот это сохранить. А вот такой формат... Уже всего ходит, конечно. Оружие, само собой, первым ушло, это 90-е невозможно, потому что не ушел, потому что там появилось, опять ушло. А холодное оружие нельзя по закону изготавливать. Даже обыкновенные серпи и косы... Они сегодня не востребованы. Не востребованы, заводские. Потому что последние, которые из дагестанцев, наверное, перешли, это табасаранцы. Несколько кунаковки нам приезжали, даже в селение, заказывали. Это штук 50-100 отвозили. Да, ковровые утвари, она просто не необходима. Нет, нет, вот косы. Косы обязательно, конечно. Да, Симон, косы оказывают. А арбузские косы, они при помощи кузнечной сварки делаются. С детства помним. Они как сабли изготавливаются. То есть свариваются две полоски. Полоска железа и полоска стали. Поэтому это уникальная коса вообще, национальная. Это тоже начали переходить сразу на... Ну да, электрическая косилка, там шум. До него сразу на фабричную косу перешли. А потом уже на косыльку перешли, и теперь он не нужен. Поэтому многие вещи вообще, фабричные изделия, когда появились, вообще они перестали быть нужными. А вот не приходилось ли тебе как-то наблюдать за этим процессом, изучать? Вот как бы сохранить вот это общение с ними? Это все-таки исконное, народное, отцовское, дедовское. Какие есть дороги, пути дороги, какие возможности вот как-то сохранить это ремесло? Это вопрос, конечно, очень тяжелый. Да, я понимаю. Твои мысли в этом плане. В этом плане, я думаю, например, сейчас не легко обстоит дело и даже Кубачи, такой знаменитый ремесленный центр. Чай. Это не только Харбок, но и Кубачи тоже обстоят дело не так уж хорошо. Пока мы, как говорится, государство, имеется в виду, государство не окрепнет, не обратит внимание на эти ремесленные центры, не поможет им восстановить некоторые вот эти производственные, как бы, как сказать, ремесла некоторые, пока их не восстановят. Какую-то базу, какую-то утварь, какие-то секреты, вот это же, оно уйдет. Хотя бы просто какую-то мастерскую, на первых, открыть для производства сувениров. Да. Сувенирное производство. А если люди вообще, Харбок уже пустое, фактически, многие переезжают в города. Эта проблема тоже есть, да. Это у всех, это проблема, а у Харбокцев она вообще очень большая проблема, не только эта. Поэтому, как нужно сохранить ремесло, ремесленное производство? Очень трудно сохранить. Единственное, что радует, даже здесь в Махачкале у нас 2-3 цеха есть, которые уже Харбокцы, молодые ребята организовали, кованные вещи делают. На современный лад? Да. Обработку металла? Обработку металла. Вот эти кованые перила и другие, они же востребованы. Ворота делают, кованные решетки, там, перила, все это делают. Несколько хороших цехов есть, изберги есть, Махачкале есть. И это и то хорошо, потому что пока кованные изделия делаются, кузнечное ремесло не забудется. Это я точно знаю. Сам процесс общения с металлом, работа с металлом, она должна быть сохранена. Ну, люди предприимчивы, дагестанцы, они, как ты уже сам сказал, пути дорогие в любом случае найдут. Потому что металл, он необходим всегда. Это неотъемлемая часть жизни, жизнедеятельности человека. Я помню, ну, ты всегда отличался и скромностью, и выдержкой. Ты иногда даже пытался, скажем так, скрывать, что ты пишешь стихи, как-то вот так, в такой момент. Это тоже я припоминаю, но, тем не менее, это раз. Один раз соприкоснулся с поэзией человек, наверняка не может. На этой ниве как, что удалось издать, вдохновение, приходит ли вдохновение, или как там? Если честно, тоже опять честно. Это хобби или призвание какое-то, вот ты без этого можешь? Не писать не получается, конечно, но так писать, например, чисто профессией, этой профессией заниматься у меня уже последние несколько лет не получается. Не получается, потому что ты все силы отдаешь туда, в науку, в эти словари, в статьи научные, в Аковской статьи. И при том, я, если бы работал в одной области научной, только лингвистики, и конкретно лексикологии и лексикографии, это было бы еще куда бы не шло. Потому что меня тянет ту историю, очень много статей по истории, по этнографии статей, как раз про металлургии. Вот недавно статью напечатал, название драгоценных камней в даргинском языке. Оказывается, их около 50 названий есть, просто мы не знаем. И поэтому тут туда тянет. Хочется про историю тоже, хочется про этнографию тоже, хочется про литературу тоже, и особенно про язык тоже. Если конкретно, когда ты вот так немножко распиляешься, времени для этого не хватает. Это все равно заставляет, и заставляет иногда наши товарищи, эстрадные певцы тоже, когда приходят, говорят, напиши мне слова. В словах, зря Юсупова, есть востребованность. Это радует, собственно говоря, вдохновляет, наверняка. Ну, есть такой нюанс вообще. Писать, как бы, текстовку для песен, это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, тебя, когда готовый мотив приносят... Подгонять под мелодию слова, да, это очень сложный процесс. И еще, она, вот этот мотив, противоречит даргинскому стихосложению. У нас же в Дагестане у всех символическое стихосложение. То есть количество слогов должно быть каждой строчкой одинаковым. Они принесут одной строчке, семь слогов, второй, девять, третий, одиннадцать, четвертый, три. Это, конечно, такие стихи у других народов, Ближнего Востока. Это хорошо идет, но для нас это очень трудно. И теперь... И приходится объяснять, да? Нет, составляю. Составляю слова. А теперь человек, который воспитан на... На классике. На классике, то есть на национальной музыке. Ему кажется, это что он делает? Что он делает, который текст пишет? Такое. Ему кажется... Получаешь привет и по этому плану? Иногда, да. Но не без этого, раз... Ну, что поделаешь? Ну, все равно приходится писать. Если ты человека уважаешь, если человек обращается к тебе с просьбой, конечно же, приходится соглашаться где-то, что-то доработать, работать, это... Ну, это не отнимешь. Разница в том, разница в чем, например. Лет десять-пятнадцать назад стихи я писал валом. Валом писал, то есть сидел несколько часов подряд, мог бы накатать, потом исправить. А сейчас по-другому. Сейчас, когда приходят, она у тебя там витает, витает, витает. Запишу, поймал, запишу. Потом думаю, вот же хорошая мысль, вот теперь рифмой, тему развивай и пиши. Вот так пишется. Поэтому по количественным отношениям их мало. Но зато где-то мне нравятся тем, чем те, которые я раньше писал. Ну, штук десять, больше десяти сборников стихов вышло. Я составил еще, в 97-м году издал одним из первых в Дагестане историю своего родного села. Эта книга одна из самых цитируемых сейчас в нашем научном центре до сих пор. Потому что ее цитируют и искусствоведы, ее цитируют и этнографы, и историки, и лингвисты. И столько огромного материала в этой книге собрано, на него сельки около 70 сельок. Даже из зарубежных стран Ирана на него две-три сельки есть. Туда как эта книга дошла, я не знаю. В любом случае, я этому рад. Коли мы оказались с тобой в Кунанской, тем более о творчестве говорили немало, я полагаю, должно на языке Батырая что-то прозвучать. Есть на памяти то, что тебе нравится, из своих, не важно, автор, не важно. Так, ну вот, например, вот такой куплет написал перестроечные годы, когда начались, когда это государство наше, СССР, начало рушиться. Да, 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 это великая трагедия. Великая трагедия. Веха истории, да. У кого неглубокие познания в даргинском языке, немножко смысловой перевод. Ну, например, первая строчка «Бисхор Амрула Мазгав». Бисхор никто не понимает. И даргинцы тоже? Даргинцы тоже. Потому что… Расшифруй, пожалуйста. Расшифруй. Потому что сейчас же вот эти натаку с конем, с этими досками не молотят. А «Бисхор» это означает, когда… А слова, они уходят из лексики. Смотри, конь идет по кругу, идет, устает и поворачивает назад. Повернуть назад означает «бисхаз». «Бисхор Амрула Мазгав» – жизни, течение повернулось, я сказал, первой строчкой. А теперь «Бисхор» никто не понимает и строчку тоже не понимают. Да, 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 это очень важный момент. «Бижгур Ун Кала Аглу» – вторая строчка. «Бижгур» – это значит, ну, такими стали злостными жители страны. Было время? Было. «Алдарак Заманара» – «Алдарак Замана» какая, я думал. «Алдарак» тоже слова не понимают. «Алдарак» – это лежебука, который лежит, ничего не делает. Вот такое «лежачее время», «лежачее кавычках», то есть «стоячее время». «Ой, гиль бетаурум, бетаурум шапс» – «какуном» обернулось в это время. Вот четыре строчки, о чем говорят. Да, да, да. Это было твое отношение к тому, что происходило в тот период. Увы, это уже не вернешь, но поэт, гражданин, человек должен на такие вещи, конечно же, откликаться. Это был твой крик, твой крик, крик твоей души. Завершая как бы наш разговор, вот чего, по-твоему, не хватает сегодня дагестанцам? В плане общения, в плане взаимопонимания, взаимоподдержки. Что сегодня с нами происходит? Все ли хорошо? Что тебя волнует и что тебя не устраивает? Что сегодня с нами происходит? Больше всего, наверное, как называется, меня больше всего волнует вот этот процесс урбанизации, по-научному, если сказать. Урбанизация – это когда сельские люди уходят в города и обрубают концы, как бы. Та культура, которая имеется, народная культура, она сохраняется пока в селениях. Те селения, те аули, которые пока сохраняют свою культуру… Стараются, по крайней мере, это делать, да. Стараются пока. Это очень хорошо. Поэтому единственное, что сейчас нам всем нужно, это просто немножко бережно относиться к своему языку, к своему родному языку. Учить детей языку, изучать язык, любить свою культуру. Любить культуру – это значит и любить язык, и любить знать историю своего народа, обиджаи своего народа. Это важно. И еще немножко хорошо относиться друг к другу. Как мы уже 20-30 лет относимся друг к другу. Так что, Мухаммед, спасибо. Баркала. Спасибо, дорогой. Надеюсь, все будет хорошо в Дагестане. Обязательно. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие телезрители, за то, что были с нами. И обязательно берегите своих культов. Субтитры создавал DimaTorzok